Всем привет! Я Дмитрий Кулаков и это Smoking Lounge TV. Сегодня наш второй выпуск, где мы поговорим о кальянах Figaro, моделька Aladin и Helix, и табаке Ugly Hook. Кальяна Figaro – отечественное производство. Все изготавливается вручную из боро-силикатного стекла. Из особенностей – в кальяне не используются никакие металлические или резьбовые соединения. Все изготовлено на притирках. Преимущества и недостатки данного кальяна. Из плюсов – это все такая же легкая тяга, как на CVP Razor, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, и алюминиевый кейс, в котором поставляется данный кальян. Он упрощает транспортировку, кальян очень тяжело разбить. Из минусов – это все те же притирки. Бывает такое, что в них попадает какая-то маленькая пылинка или маленький кусочек уголька. Из-за этого притирки начинают залипать, образовываются сколы. Но побольше мы увидим с вами в крупных планах. И также хочется отметить, что все родные коннекторы, они все также были выполнены в притирках, и коннекторы, и клапана. И мы и первые, и вторые заменили на коннекторы и клапана, собственно, с уплотнителями. Коннектор у нас используется обычный железный, каевский, также каевский шланг и муштук. Клапана были изготовлены для нас по индивидуальному заказу, потому что большинство родных клапанов Figaro разбились. Также этот кальян требует очень бережного отношения. Если вы используете его дома, то, я думаю, это не составит особого труда. В случае использования данного кальяна в заведении надо быть предельно аккуратным, потому что все те же притирочки, все те же сколы, не очень удобно мыть шахту при отсутствии ёршика. И еще, кстати, стирается потихонечку надпись Аглия Хука Компани. Американский табак, появившийся на рынке в начале 2016 года. Основой Аглия Хука служит сорт Вирджиния. Табак имеет карамельный оттенок и выпускается весом в 100 и 250 грамм. Цена за 100 граммовую упаковку составляет 10 долларов, за 250 грамм – 18. На данный момент табак насчитывает 17 вкусов. Мы взяли 12 из них на пробу. И если вы хотите попробовать их вместе с нами, а я знаю, вы хотите, то приходите на бесплатную дегустацию, которая состоится в Smoking Lounge в ближайшее время. Следите за новостями в группе. Еще мне очень понравился флоган этого табака «Aглия never tested so good», что, как нам подсказывает Google Translate, переводится как «некрасиво никогда не пробовал так хорошо» или русскими словами «уродливый никогда не был столь прекрасным». Наши угли уже готовы, давайте перейдем к забивке. Мы будем пробовать вкус урнышки, в которых считается одним из топовых вкусов. Табак у нас вот таким образом выглядит 100 граммовая упаковочка. Табак, как я уже говорил, имеет карамельный оттенок и лично мне чем-то аргелине или какой-нибудь старбас. Мы будем использовать чашку Garmin Bowl. Мы вообще используем именно эти чашки, они очень нам нравятся, американские чашки Hukajuna. На них прекрасно курицей любой табак, единственное, что, по моему мнению, для нахлы немножко недостаточно жаро. Забиваем, просто очень, берем и пушисто накидываем табак в чашку. При этом мы всегда это делаем с небольшой горой. Когда я пришел сюда работать, для меня было огромным открытием, что старбас, например, не горит, если его забивать прямо под колаут, если он соприкасается с колаутом. Но вот такова особенность данных чашек. Любой табак, он ведет себя абсолютно прекрасно, если это не Fumar или Darkside. Но вот, таким образом мы забьем чашечку. Как вы видите, здесь есть такой небольшой халфпак, как все любят говорить. Но это будет курицей весьма хорошо. Уголечки погрелись. Давайте поставим их на чашечку, чтобы грелась чашка. Мы используем четыре угля. Угли Oasis, сделанные специально для колаута. Я бы даже сказал, что мы используем сейчас три с половиной уголечка, потому что четвертый не прикрывается на плиточке. Один мы взяли старый. Что, дадим чашке минут 5-7 прогреться. Как вы видели, я не прижимал колаут к табаку и ничего сверхъестественного не делал. Просто закину угли, поставил колаут на чашку и подождем минут 5. Сольга нам больше не понадобится. Как видите, колаут сам прижал табак. Он осел и теперь располагается вплотную к чашке. Не знаю, слышно это или нет, но табак характерно шипит. Чашечка погрелась. Определяем мы это, потрогав чашку снизу. Она должна быть, ну, достаточно горячая. Что ж, давайте делать первую затяжку и пробовать. Наличие дыма еще над чашкой во время продувки тоже характерная особенность погретое чашки. Апельсин с мятой просто. Это просто апельсин с мятой, даже мята с апельсином. Ярко выражена мята и очень интересно по крепости. Ну, возможно, что-то на уровне фасила. Такой не очень известный табак. Но это покрепче, чем старбас. Это не так крепко, как нахлы или обзал. Как мы видим, дымит табак очень хорошо. Пока грелась чашка, у нас погрелся четвертый уголек. Я его добавил в чашку. Сейчас здесь стоит 4 новеньких угля. Чашка прекрасна курица. Она не горит, в нем нет какого-то привкуса гаря. Апельсинчик с мятой не очень крепкая, не очень легко и средненькая. Приятный вкус и мы вернемся минут через 10, чтобы рассказать вам, как ведет себя чашка на протяжении всего курения. Итак, прошло 10 минут. Курица все так же прекрасно. Жар табаку предостаточный. Он не горит. Хочется сказать, что за данную цену я бы предпочел что-то другое. На наши деньги 250-граммовая упаковка будет стоить за 1000 рублей. Если вы хотите покурить что-то полегче, то покурите какой-нибудь Argeline или тот же самый Starbass. Если вы хотите покурить что-то покрепче, то есть все тот же Darkside или Tanjiers. При этом хочется отдельно отметить, что для домашнего использования данный табак весьма хорош, потому что его очень сложно сжечь. Если вы часто куда-то отходите, если вы не хотите заморачиваться с определенной температурой в чашке, то можете выбирать Аглихука. Ну что же, подведем итоги. Колян Фигера прекрасная курица, легко продувается, но еще забыл сказать о маленьком нюансе. Шахта из-за того, что она закручена в спиральку, ее порой очень тяжело мыть. Туда попадают какие-нибудь табачинки, вот как у нас сейчас здесь свалилось некоторое их количество, и приходится засовывать какую-нибудь тряпку, ну кусочек тряпки мы лично используем для того, чтобы вся шахта промывалась изнутри. Табак отлично курица, отлично себя ведет, вкус не стал тусклеем, все такой же яркий. А чтобы узнать, будем ли мы искать что-то новое или оставим этот табак на постоянной основе в Smoking Lounge, приходите к нам на дегустацию. И напоследок наша новая рубрика Lifehack от Smoking Lounge. Если у вас сломался клапан, и вы не знаете, чем его заменить, то вы всегда сможете заменить его просто и весело. В любой выходной покупайте напитку крепкого алкоголя. И дозатор используйте в качестве клапана, так сказать, одним выстрелом двух зайцев убиваете. На этом я с вами прощаюсь, следите за новыми видео в группе Smoking Lounge, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и задавайте свои вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok